Всем привет, дорогие мои друзья, подписчики, а также просто нервнодушные гости и зрители моего канала, которым небезызвечна дальнейшая судьба и развитие дела Влада Бахова. С вами я, Плин Сюрьян. И вы знаете, мне вчера над моим видеороликом, где я обсуждал присланные мне сообщения с рукой якобы Влада, вот, и переписки Дербанова и Мирона, вы помните этот видеоролик, и многие почему-то склоняются, что это вброс, хотя я, честно говоря, не могу с этим согласиться, что это вброс. Я считаю, что каждая информация должна, ну, как бы подвергаться какому-то обсуждению, она имеет право на существование, вот, ну, это уже немножко я в отдельном видеоролике выскажу по этому поводу свое мнение, но тут вот меня больше всего задело то, что кто-то под ником Народное Слово, не знаю, кто это может быть, я не верю, что это Народное Слово канал, но под ником Народное Слово мне был написан комментарий, чтобы я удалил этот видеоролик. То есть, по всей видимости, скорее всего, это какой-то фейковый канал. Ну, я так думаю, потому что, ну, я не думаю, что там члены канала Народного Слова, там Костя или еще кто-то могли это, ну, скажем так, мне написать, потому что Костя, он за Влада, он за родителей. Ну, я всегда к нему положительно, хорошо относился, всегда его поддерживал и считал, что, ну, как бы, он действительно воин тоже, как и Коча, как и все мы, хотим добиться наказания для виновных в деле Влада Бахова, виновных в гибели Влада Бахова. И вот сегодня мне опять комментарий от некой Оксаны Зе, наверное, моей подписчицы, я не помню точно. И действительно, я увидел видеоролик, где Костя, ну, значит, с какой-то флешкой и будет подавать куда-то в полицию или следственный комитет с каналами-вбросщиками, ну, блогеры, которые делают вбросы. Правда, он не сказал конкретно кто и в адрес кого вбросы, вбросы и в ущерб кого. Потому что одно дело вбросы против родителей Влада, то есть направленные на травлю Влада самого, то есть те, кто пишет гадости про родителей, тут с такими вбросами действительно нужно бороться. И если Костя имел в виду вот этих вбросчиков, там, Велес, там, прочие, Ещенко, там, еще вот эти вражеские нехорошие блогеры, которые танцуют на костях, то, в принципе, действительно я поддерживаю Костю в этом направлении, и он все делает правильно. С такими вбросами нужно бороться. Тот, кто травит родителей Влада, тот, кто травит самого Влада. Правда, ниже, комментарием, это же Оксана написала мне, что, скорее всего, я тоже подпадаю под вбросчиков. Оксана, вот, хотелось бы у вас уточнить, вы мне просто не ответили, ну, как бы, не услышала ответа, да? Я не знаю, может быть, Костя мне ответит, но, Костя, я не думаю, что ты, как бы, мне писал, значит, под видеороликом в комментариях, чтобы я удалил канал, потому что, ну, я так думаю, что, ну, ты человек очень хороший, очень добрый, очень умный. Ты не мог такое сделать. Скорее всего, это фейковый какой-то канал мне написал от лица Костя. И вот Оксана КЗ, ну, может быть, с Казахстана она, я не знаю, она мне написала, что, скорее всего, я тоже подпадаю под вбросчиков. То есть, которые, значит, и Костя меня, значит, планирует тоже сдать в полицию. Но, минуточку, но если это в самом деле так, то здесь, Оксана, я вам так скажу. А где я что-то против Кости имел когда-либо? Я никогда против него вообще даже слова, ну, какого-то негативного не сказал. Я всегда за него был. И Костя, он действительно, он прав во многом. Я не понимаю, почему Костя мог бы на меня подавать какое-то заявление. Я нигде про него не говорил никакие гадости. Не совсем это понимаю. Ну, и такой момент, то что, если даже у меня какие-то вбросы, если там кто-то ко мне какую-то недостоверную информацию присылает, «Ребята, я не экстрасенс, я не ясновидящий, я не бог. Я всего лишь принц. И я не могу стопроцентно проверить эту информацию. Я могу, ну как, выставить эту информацию для размышления, которую просто необходимо знать народу. Но я не претендую на истинную последнюю инстанцию». И потом, такой момент, что все мои, так сказать, видеоролики направлены против 12+. Они всегда в защиту родителей Влада и самого Влада тоже. Поэтому, Костя, если правда ты написал или планируешь написать на меня заявление, если это, конечно, правда, я в это не верю, то, пожалуйста, напиши мне ВКонтакте, добавь друзья там. Мы с тобой поговорим на чистоту. Может быть, может даже в трансляции. И, ну, если это правда, вот что ты конкретно имеешь, какие виды против меня? Я за Влада и я за родителей. Ну, давай как-то на чистоту поговорим. Ну, если, конечно, это ты. Если это не фейковый канал, от лица тебя написал мне. Поэтому, вот, Костя, ответь мне, пожалуйста, как друг, как товарищ, как соратник по делу Влада Бахова. Потому что я так же, как и ты, за то, чтобы наказать виновных в гибели Влада. Просто, если, допустим, у меня какая-то не всегда достоверная информация, но она направлена против кого? Против вот этих 12+. Ни в коем случае я никогда про родителей Влада и про самого Влада нигде в уме даже подумать не мог ничего негативного. Если, как бы, ты считаешь, что на меня нужно написать заявление в полицию за то, что я клевещу на вот этих кабюк, там, родители, вот этих вот, скажем так, 12 негритят, то, что, ты их защищаешь, что ли? Получается, что ты на стороне врага или как? Ну, вот, я не знаю, честно говоря, я думаю, что это фейковый канал какой-то от лица тебя написал. Но, свяжись со мной, мы с тобой поговорим в Инстаграме, там у меня ссылки, там, не знаю, в Фейсбуке, ВКонтакте. Напиши в комментариях свою страничку ВКонтакте, я зайду, добавлю в друзья тебя, и мы с тобой поговорим и обсудим. Давай как вот парень с парнем. Вот. Хорошо? Просто, ну, мне это, честно говоря, вот это все не нравится, то, что в последнее время происходит. Всем, дорогие друзья, спасибо за внимание. Оставайтесь со мной, я за родителей Влада, по-прежнему я просто не понимаю, почему это все так... Ой, я устал, честно говоря. Вот, отпишитесь в свое мнение тоже, дорогие друзья. Кто это мог делать? С вами был я, принц Юриэль. Увидимся в следующем видеоролике. До встречи.